СТРАДАНИЕ СВЯТОЙ ВСЕХВАЛЬНОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕФИМИЯ ПАМЯТЬ 16 СЕНТЯБРЯ В царствовании нечестивого Диокалитиана Халкидоном управлял поставленный им проконсул Приск, намереваясь устроить праздник в честь языческого бога Арея, коему в Халкидоне был посвящен храм и в нем поставлено его изображение, Приск послал от себя указ во все окрестные города и селения, повелевая именем царским, чтобы все собрались в Халкидон на праздник и чтобы каждый, сообразно своим состоянием, приносил жертвы Арею. В указе своем Приск угрожал великими муками тем, кто не послушает его повеления и не явится на праздник, для которого он назначил девятый день со дня издания указа. И вот, когда наступил назначенный для бесовского праздника день, собралось в Халкидон великое множество народа вместе с животными, приведенными для принесения в жертву. И все начали праздничное ликование, принося в жертву овец и валов и поклоняясь бездушному истукану, или, лучше сказать, бесу, в нем обитавшему. Тогда христиане тех мест, гнушаясь им богомерзким праздником и, боясь грозного гнева проконсула, стали скрываться и, собираясь в тайных местах, совершали служение истинному Богу, Господу нашему, Иисусу Христу. Мучитель, между тем, повелел сделать строгий розыск, не противится ли кто его повелению, нет ли людей, не поклоняющихся идолу Арея. И найдено было, что противится мучителю христиане, ибо они не слушали повеления проконсула и не воздавали бесу той чести, каковая подобает только одному истинному Богу. Мучитель же, разгневанный тем, что христиане не слушают его, повелел отыскивать их и предавать на мучения. В то время в одном тайном месте скрывалось 49 христиан, совершая молитвы. Между ними была прекрасная девица по имени Евфимия, благородного происхождения, дочь Филофрона, сенатора, и супруги его Феодоросия, людей благочестивых. Мучителю донесено было о тех скрывающихся христианах, и он повелел всех их взять и представить к нему на суд. Точас свирепые его слуги с оружием в руках устремились, как звери на добычу, на собранное Христово словесное стадо. Дом, где верующие тайно служили Богу, окружили они со всех сторон, чтобы никто не мог убежать. Выломав двери, они стали без милосердия вытаскивать христиан вон поодиночке и, взяв всех, с бесчестием и насмешками повели к проконсулу. Влекомые, как овцы на заклание, святые смиренные рабы Христовы стали пред гордым мучителем, будучи готовы страдать за своего Господа даже до пролития крови. Увидев их, гордый властитель сказал «Вы ли противитесь велению царскому и нашему, уничижая жертвоприношение, совершаемое в честь великого Бога Арея?» Христиане ответили «По велению царскому или твоему проконсулу, если оно не будет противно небесному Богу, без сомнения нужно повиноваться. Если же оно противно Богу, то не только должно не повиноваться, но даже и сопротивляться. Если бы повелевали нам то, в чем мы обязаны повиноваться властям, то мы воздали бы кесарево кесарю» Матфея 22-20 стих. «Но так как ваше повеление Бога противно и Бога мерзко, ибо вы повелеваете почитать тварь вместо Творца и заставляете поклоняться и принести жертву бесу, а не Богу Вышнему, то сего повеления вашего мы никогда не исполним, ибо мы — истинные поклонники живущего на небесах истинного Бога. Тогда мучитель отвершил живые уста свои и, застрив как бритву свой льстивый язык, обратился к ним с хитро сплетенной речью, стараясь обещанием даров и почетей отклонить с прямого пути к погибельному идолослужению тех, коих Господь стяжал честною Своей кровью. В то же время проконсул угрожал им страшными мучениями, если они не захотят исполнить то, что он им советует и повелевает. Святые же отвечали. «Дары и почести твои, проконсул, кои ты нам обещаешь, мы давно уже отвергли от себя, возненавидели и признали тщетою ради превосходства познания Христа и Иисуса». Филиппийцам 3, 8 стих. «Ибо имеем благо небесные, которые больше и лучше земных благ. Земные благо временны и непостоянны, небесные же вечно и неизменны». 2 Коринфянам 4, 18 стих. «Страшных мучений, коими ты нам угрожаешь, мы не только не боимся, но даже весьма желаем их претерпеть. Дабы проявилась в нас сила и крепость Бога нашего, который вы могли бы подивиться и, познав немощь ваших скверных богов, устыдиться. Но для чего еще продолжать наше препирательство на словах? «Начинай то, что ты замыслил сделать, и убедишься, что в нас будет гораздо больше твердости в терпении, чем у тебя усердие к мучительству». Тогда мучитель начал их истязать различными пытками. И святые целых девятнадцать дней подвергались различным мучениям, всякий день получая новые раны и вынося голод и жажду. С ними была святая дева Ефимия, юная и прекрасная. Ободряя ее, они говорили, «Подвизайся, дева, ради жениха небесного, подвизайся угодить ему страданиям, подвизайся встретить его с мудрыми девами, чтобы он возлюбил тебя, как невесту свою и ввел тебя в свой чертог». Затем в двадцатый день они были представлены на суд, где проконсул спросил их, «Может быть, наученные страданиями, вы захотите теперь оказать повиновение нашему указу?» Тогда святые мученики вместе со святой Ефимией сказали в ответ, «Не надейся, проконсул, совратить нас с прямого пути. Скорее ты сможешь перевернуть горы на земле и подвинуть звезды на небе, чем отторгнуть наши сердца от истинного Бога». Раздраженный сими словами, мучитель повелел долго бить их по лицу. Потом, видя, что сиение имеет успеха, решил послать их к царю, а пока повелел заключить их в темницу. Когда их повели туда, проконсул увидел святую Ефимию, девицу юную и прекрасную, сиявшую в лике святых мучеников, как луна между звездами, и, подобно волку, похитился ее овцу из стада Христова. Она же, возведя очи и руки к небу, воскликнула. «Не оставь меня, вселюбезнейший мой жених, Иисус Христос, ибо я на тебя надеюсь. Не выдай зверям душу, любящую тебя и исповедующую твое святое имя. Не дай врагу моему порадоваться надо мною. Укрепи меня, немощную рабу твою, да не одолеет меня беззаконие». Желая обратить ее к своему безбожию, мучитель изобретал всякие средства, чтобы прелестить ее ласковыми словами, подарками и различными обещаниями, уловляя ее девическое сердце. Но она с твердостью говорила, «Не думай, мучитель, что ты легко можешь хитрыми уговорами склонить мою слабость к твоему нечестию и беззаконию. Ибо хотя и женщина я по природе, немощна по плоти и молода летами, но сердце мое все-таки тверже, чем твое, и сила моей веры гораздо крепче вашей храбрости. Кроме того, по милости Христа моего, я имею разум больше, чем все ваши языческие витии, с которыми вы считаете себя мудрыми, будучи на самом деле, безумнее всех невежд, так как не хотите познать истинного Бога, почитая беса за Бога. Итак, ты не прелестишь меня хитрыми словами, как прелестил некогда змей праматерь нашу, не сделаешь мне сладким сей горький мир с его наслаждениями, которые я почитаю за горечь ради сладчайшего Иисуса моего. И не победишь силы, совершающейся в немощи. Второе Коринфянам, двенадцатая, девятый стих. Как бы ни были сильны твои нападения, ибо я надеюсь на Христа моего, что Он не оставит меня и не отнимет от меня свою крепкую руку помощи, доколе гордая голова беса не будет попрана ногами жены. Тогда мучитель, посрамленный таким ответом святой Ефимии, весьма разгневался и, переменив на ярость свою мерзкую любовь, которую доселе ей оказывал, велел приготовить колесо для пытки со множеством острых ножей. Когда служители привязывали к всему колесу святую деву, она оградила себя крестным знамением и начали вертеть колесо, причем тело мученицы стало отрезываться кусками, а суставы раздроблялись. Она же усердно молилась Богу. «Господи Иисусе Христе», взывала святая дева, «просвещение души моей, источник жизни, подающий спасение надеющимся на Тебя, приди ныне на помощь мне, дабы все узнали, что Ты — единый Бог и твердое упование для всех, кто на Тебя надеется. Не приключится Тебе зло, и язва не приблизится к жилищу Твоему». Псалом 90, с 9 по 10 стихи. Когда она помолилась, колесо внезапно стало, и служители упали обессиленные, ибо ангел Божий, явившись, сломал коловорот и, сняв с колеса святую девицу, исцелил ее раны и возвратил здравие. Она же, сойдя с колеса целой и здоровую, радостно воспела благодаря Бога и прославляя всемогущую Его силу. Увидев то, мучитель и все, бывшие там, пришли в недоумение и много дивились сему чуду. Впрочем, где злоба ослепила душевные очи, там не могло принести никакой пользы столь великое чудо. Они не были в состоянии познать крепкую руку истинного Бога. Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Исаии 6, 10 стих. И чудесные знамения сие сочли делом волшебства. После сего мучитель повелел в особой печи развести большой огонь и бросить туда святую. В то время, как разжигали печь и в ней уже разгорало сильное пламя, святая мученица снова предалась молитве, которая некогда, как броня, защитила трех отроков в печи огненной. Огню вещественному святая дева противопоставила огонь усердной любви к Богу и, возведя очи на небо, говорила «Боже, живущий на высоте и презирающий на смиренного». Исаии 33, 5 стих, Псалом 137, 6 стих. «Ты в Вавилоне трех отроков ради закона твоего преданных огню сохранил через ангела твоего святого целыми и неповрежденными от огня и послал им росу с неба. Будь же помощником и мне, рабе твоей, так как я подвизаюсь Христе мой ради твоей славы!» Так сказала она и, оградив себя как оружием, крестным знаменем, стояла, спокойно ожидая, чтобы ее бросили в огонь. Тогда два воина, Виктор и Сосфен, которые должны были бросить мученицу в печь, увидели дивное явление, показавшееся в огне. Перед ними явились ангелы Божии, которые разметывали в печи огонь и воспрещали касаться невесты Христовой. Увидев сие чудо, они сказали мучителю, «Не посмеем мы, проконсул, прикоснуться к сей святой деве нашими скверными руками и бросить ее в огонь, если даже ты велишь отсечь нам головы, ибо мы зрим удивительное чудо, которого твои глаза не видят. И лучше терпеть нам твою ярость, чем гнев тех светоносных мужей, которые грозят нам из пламени огненного». Услышав сие, мучитель разгневался на них, подумав, что они христиане, и потому именно не хотят бросить девицу в печь. Он велел заключить их в вузы, а свое приказание относительно Ефимии поручил исполнить двум другим воинам, из коих один назывался Кесарь, а другой Варий. Сии последние, схватив деву, бросили ее в печь, но тотчас из печи вырвалось сильное пламя, и, устремившись на воинов, бросивших в печь девицу, сожгло их на том же месте в пепел, а прочих служителей заставило бежать. Святая же, ликуя посреди печи, как бы в светлом чертоге и прохладной росе, пела песнь трех отроков «Благословен ты, Господи Божий отцов наших, и хвальный, и превозносимый во веки». Даниила, 3, 52 стих. «И совершилось дивное чудо, огонь не прикоснулся к ней, даже не тронул одеждь ее, ибо сам жених ее, нетленный Христос Господь, тайно сошел в печь к святой невесте своей и оросил ее небесною прохладой». Когда печь погасла, святая вышла целая и здорова, чем всех привела в изумление. Не зная, что предпринять, мучитель велел бросить ее в темницу, говоря себе, «Ночью придумаю, что сделать с этой волшебницей». Потом, призвав к себе Виктора и Сосфена, обрушился на них со всей яростью и обещал погубить их, если они не поклонятся идолам. Они же отвечали, «До сих пор мы заблуждались, не ведая истины. Ныне мы познали единого Бога, создавшего небо и землю. Ему мы веруем и поклоняемся. Твоих же Богов, которым и мы прежде поклонялись, не ведая, что нас обольщают бедцы, отныне уже почитать не будем. Делай с нами, что хочешь. В твоих руках тела наши, а души под защитой Божией». И осудил их мучитель на растерзание зверям. Когда же святые шли на то место, где должны были их растерзать звери, то молились усердно Богу, чтобы Он умилосердился над ними, и, простив им грехи, совершенные в то время, когда они пребывали в заблуждении и неверие, ввел их души туда, где пребывают верующие в Него. И тотчас раздался с неба божественный голос, призывавший их к упокоению. Услышав его, они с радостью предали свои души в руки Божии. Звери же не коснулись их тел, которые и были потом тайно погребены верующими. Когда прошла ночь, и наступило утро, мучитель сел на судейское место, и святую Ефимию вывели из темницы. Идя на суд, она с весельем воспевала. Боже, новую песню воспою тебе. Псалом 143, 9 стих. Я буду прославлять тебя, Господь, сила моя. Воспою тебя среди народов, и прославлю имя Твое, ибо ты един истинный Бог, и нет другого Бога, кроме тебя. Так, воспевая, пришла она на суд. Здесь ее долго допрашивали, истязали, и принуждали к принесению жертвы. Когда она все-таки отказалась повиноваться, то мучитель, убедившись в ее непреклонности, велел повесить и строгать ее тело острыми ножами. Однако и после сего мучения она, силою Божией, оказалась невредимою. Затем, выкопав глубокий ров и наполнив его водою, поместили в нем бесчисленные множество змей, ехидн, морских ядовитых гадов и всяких гадов, земных и живущих в воде. Когда ров был наполнен имя мучитель, повелел бросить туда святую Ефимию. Она же, осеняя себя крестным знаменем, говорила, Свет мой, Иисус Христос, ты в утробе водного зверя сохранил невредимым Иону. Ты избавил Даниила от уст львов. Сохрани и меня крепкою твоею рукою, да прославится во мне святое имя твое. Сими словами она бросилась в ров. Змеи же, гады, приблизившись к ней, не сделали ей никакого вреда, но, казалось, заботились о ней, ибо носили ее на себе, не давая потонуть во глубине рва, наполненного водою. Святая Дева из него вышла по милости Божией, без всякого вреда для себя. Мучитель уже приходил в совершенное недоумение, не зная, что еще делать с нею, желая все-таки ее погубить, и думая, что волшебство, которым, по его мнению, владела святая, преодолевает только явные опасности, а не тайные замыслы, повелел он выкопать другой ров и наполнить его острыми копьями, мечами, ножами, воткнувший все это оружие на дне рва остриями кверху, а снаружи, прикрыв его немного сучьями и землею. Потом он повелел мученице перейти через тот ров, рассчитывая, что она, ничего не зная, упадет на воткнутое острое оружие и умрет от ран. Но святая перешла легко, как птица, перелетающая через сети. Некоторые же язычники, не зная о том рве, упали в него и погибли. Увидя сие, мучитель был поражен стыдом, и исполнились здесь слова Писания, рыл ров и выкопал его и упал в яму, которую приготовил. Псалом, 7-й, 16-й стих. Святая же хвалила Бога, воспевая, кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы его. Псалом, 105-й, 2-й стих. Ибо мучимую рабу Твою Ты сохранил невредимую от ран, спас от огня, защитил от дверей воды и колеса и вывел изорва. И ныне, Господи, избави душу мою от руки того, кто из кони был врагом всех послушных Тебе. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. Псалом, 24-й, 7-й стих. Но каплями крови Твоей пролитой за меня очисти скверну плоти и Духа моего, ибо Ты очищение, освящение и просвещение рабов Твоих. Евреям, 1-й, 3-й стих, Луки, 2-й, 32-й стих. Проконсул попытался еще раз прельстить ее ласковыми словами. «Не без чести, сказал он, рода твоего, не губи цвета юности твоей и не обрекай себя на смерть. Почти великого Аррея, и ты будешь всеми нами почитаема, хвалима и награждена великою славою и богатством». Он говорил и многое другое, чтобы прелестить ее, но она смеялась над ним и называла безумным. Тогда он снова начал ее мучить и, жестоко избив палками, велел перепилить ее острую пилою. Но пила не могла нанести никакого вреда ее святому телу. Потом он повелел жарить ее на раскаленной сковороде, но сковорода охладела, ибо ангелы пребывали с невестой Христовой, сохраняя ее во всех мучениях. Наконец проконсул осудил Ефимию на съедение зверям. Когда святую вели в цирк, где ее должны были растерзать звери, она молилась, чтобы Господь послал конец ее мучению, принял душу ее в свои руки и повелел ей из многострадального тела перейти в желанную страну. «Господи, сил, — говорила она, — ты явил на мне твою непобедимую силу и неодоленную десницу, ты показал немощь бесов и безумие мучителя, а меня поставил выше всех мучений. Как попустил ты убиение и пролитие крови бывших до меня мучеников, так ныне прими и мою жертву, принесенную тебе от души сокрушенной и смиренного духа, и упокой душу мою в селениях святых и велики мучеников, якоб благословен еси вовеки». Когда святая Ефимия окончила свою молитву, на нее были выпущены звери, львы и медведи, но они, приблизившись к ней, лизали ей ноги. Одна только медведица нанесла ей небольшую рану, из которой потекла кровь. В это время послышался голос с неба, призывавшей ее в горние обители. И тотчас она предала дух свою Господу, ради коего со всей преданностью пострадала. И потрясла земля, и город заколебался, стены разрушились, храмы падали, и всеми овладел великий ужас. Когда даже все в страхе убежали из цирка, святое тело мученицы осталось простертым на земле. Родители Ефимии взяли свою святую дочь и с почестями погребли ее близ города на расстоянии одного поприща. Они благодарили Бога, радуясь, что сподобились быть родителями такой дочери, которая через пролитие крови своей сделалась невесту и небесного жениха Христа и Царя всех, коему честь и слава со Отцом и Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь.